В этом уроке будет показано, как нарисовать морской пейзаж. Создадим новый документ. Добавим градиентно окрашенный слой. Выберем черно-белый градиент и щелкнем по полю градиента правой кнопкой мыши, чтобы вызвать окно Gradient Editor. Настроим цвета градиента. Щелкнем по нижнему левому маркеру и выберем ярко-голубой цвет. Щелкнем по правому нижнему маркеру и выберем светло-голубой цвет. Изменим его положение, передвинув влево. Изменим направление градиента. Создадим еще один градиентный слой. Выберем черно-белый градиент и настроим его. Для левого маркера выберем темно-синий цвет. Для правого маркера выберем более светлый оттенок. Изменим положение правого маркера. Изменим направление градиента. Переместим второй слой с градиентной заливкой под первый. Выберем инструмент выделения полигональная ласса и зададим для параметра физер значение 6. Выделим светлую область градиента и удалим ее. Снимем выделение. Создадим новый слой. Установим цвет переднего плана темно-синий и зальем слой этим цветом. Повернем холст на 90 градусов. Применим фильтр Fibers. Укажем для его настроек значения 20 и 10. Вернем исходное положение холста. Уменьшим непрозрачность, чтобы был виден предыдущий слой. Активируем инструмент свободной трансформации. Изменим положение угловых точек так, чтобы край верхнего слоя был параллелен горизонту. Удалим ту часть слоя, которая выше горизонта. Для этого, удерживая клавишу Ctrl, щелкнем по маске градиентного слоя и удалим выделенную область. Снимем выделение. Изменим тип смешивания слоев на Multiply. При необходимости подберем значение непрозрачности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...